На портал Акзегет поступил вопрос, почему после чтения духовной литературы нападает уныние после прослушивания светской песни, наоборот, радость? Знаете, вот я одно время заметил, как беру святого отца, начинаю читать, у меня такая буря брудных помыслов, кажется, там пишут совсем не об этом, даже они могут писать не о борьбе с брудным грехом, вообще там о чем-то другом, с этими связанным, а у меня прям буря брудных помыслов, ну, есть лукавый, который не хочет, чтобы я читал святых отцов, и так духовно встраивался на душу спасительного ад. Это один момент. Другой момент. Мы читаем о святых отцов, которые обличают грех, а грехов у нас много, и мы с ними даже не совсем готовы расстаться, и от этого она становится грустно. Вот сколько я наблюдал, допустим, за женщинами, когда приходят, вроде даже не как-то верующие, приходят к священнику, раз в церковь зашли, на исповедь, и говоришь, ну, слушай, ну, надо с любовником расстаться. Ты же, любовник, куда там с любовником, у тебя там дети, муж, муж нормальный, не пьет, не курит, детей любит, тебя любит, что-то еще надо. Вот любовник – это явно такая будная страсть, расстанься. Знаете, какая у них грустная выражение лица? Ну, или там, может, мужчина стоит, неважно. Очень грустное выражение лица. Потому что, ну, как это с любовником расстаться? То есть, понятно, что с другой стороны надо расстаться, но то есть ясно, что церковь не скажет, ну, давай-давай еще одного любовника, одного мало, давай два. Так церковь никогда не скажет. Это могут ему там психологи сказать, а церковь, они, если так не скажут, потому что это грех. Но человеку грустно, потому что мы зависим от этого греха. Поэтому, когда мы читаем святых отцов, которые обличают грех, нам может стать грустно от этого, что мы как-то вот не готовы с грехом расстаться, и это нас обличает, и как-то вот… Ну, а сельская песня, она чего, она там… Если она хорошая песня, то она может нас какие-то душевные чувства хорошие возбуждать, нам становится легче. Но она, как правильно, не связана с обличением грехов, сельские песни, они как-то об другом. А иногда это бывает даже какое-то потроство страсти. Тоже часто бывает в сельских песнях сейчас. И тут понятно, что нам стоит связать, потому что наш любимый грех, так сказать, вот, наоборот, как-то приветствуется. Наш любимый грех входит резонанс. Вот там, допустим, опять же так, чтобы попримитивней, попроще. Там женщина имеет любовника, и вдруг она пишет, и какую-то песню слушает, которую спевает «Свободную любовь», вот этот постылый муж, я его брошу, а вот эта новая любовь… Конечно, мне такая песня очень нравится, потому что это прямо по её жизни. Но, к сожалению, это плохо кончается. Мне один знакомый как-то сказал, когда воцерковлялся, говорит, эх, вот помысл у меня закатиться бы сейчас в Крым с девушкой. Ну, я это делал много раз и знаю, что всё равно ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Вот поэтому из-за чего ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому это просто, повторяю, обличение греха, и иногда может быть, к сожалению, резонанс как раз с грехом, когда когда-то сельская песня может грех, так сказать, нас, так сказать, провоцировать, да, как-то хвалить наши грехи. Вот. Ну, или какие-то душевные чувства наши, возбуждать. Но покаяние вещи трудные, очень непростые. Требуются действительно такие настоящие, серьёзные духовные силы, но они приносят прот, очень большой прот. Поэтому, если ты их отцов надо читать, если ты читаешь с желанием расстаться с грехом, то тебя это будет очень утешать, чтение своих отцов. Прямо будешь почувствовать, как у тебя прям в душе какой-то прям елей, так образно говоря. Прямо как-то вот какой-то мир в какой-то походить будет. И как у тебя, наоборот, будет ещё больше желания бороться с грехом. Вот. А если, конечно, не есть желание бороться с грехом, особенно с твоим любимым, а если это отец будет обличать, то да, у тебя будет немножко грустно, и так скажешь, но я как-нибудь потом это почитаю. Ну, не сейчас, сейчас как-то не ври, потом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok